дорогие друзья всем привет вы на канале сергея матвеева вот это река мзым то мы сейчас находимся в адлере и посмотрите ливень идет ливень дождь сегодня 20 апреля я иду на новый век и решил снова взять вас с собой потому что вы так это любите любите адлер в дождь прошлый ролик собрал много просмотров лайков а сегодня вообще ливень я решил что надо вам это показать раз вам это так нравится раз вы меня поддерживаете ставите лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал и ставите колокольчик и решил взять вас с собой пойдем пройдемся по дождливому адлеру сейчас буквально 11 часов дня я иду на новый век надо зайти мне в одно место или я проложил нам интересный маршрут пойдем вдоль мандарина через сквер бестужева потом по улице демократической поэтому друзья я желаю вам приятного просмотра берите вкусняшки зовите друзей отправьте это видео тому кто любит адлер усаживайтесь поудобнее берите вкусняшки и мы начинаем посмотрите очень много мало людей потому что во первых только 11 часов дня во вторых потому что дождь я люблю когда в адлере дождь ну я люблю смену погоды мне кажется это полезно мне кажется дождь это тоже прекрасная погода такая смена декораций можно чуть-чуть подумать о жизни сегодня у меня будет домашний день сейчас схожу по делам и буду дома сидеть вот знаете я общаюсь с людьми с разными да вот здесь приезжают ребята девчата и никто не вывозит мой темп сейчас поворачиваем в мандарин не вывозят мой темп в плане того сколько я двигаюсь как я двигаюсь то есть я очень быстрый там каждый день тренируюсь вот я сегодня уже представьте уже потренировался искупался смонтировал пару роликов там туда-сюда я уже много дел сюда так поделал встал там в 7 утра ну мне нравится такой темп я считаю что так и надо ну в моей в моей позиции может кому-то и не надо может кто-то любит помедленнее а люблю быстро вот допустим если надо подняться в горку я поднимусь быстро потому что я не буду растягивать то что мне доставляет дискомфорт фонтан на мандарине в общем такой темп у меня высокоскоростной я бы сказал даже тренировки у меня но они интенсивные они высокоповторные много повтор очки вообще у меня очень много планов друзья я вообще заряжен у меня не было никогда столько амбиций сколько есть сейчас и эти амбиции будут реализовываться этим летом если вам интересно подписывайтесь посмотрите у меня сидеть и я их пока не хочу озвучивать потому что эти идеи могут украсть о но идеи по заработку денег в сезон есть пару идей поднимемся сейчас посмотрим на мандарин а с этой стороны море отправляемся дальше вообще я планирую выпустить ролик о том кто я и куда я сейчас смотрю и куда я двигаюсь как я планирую зарабатывать вот планирую сделать ролик и об этом рассказать потому что у меня не один канал у меня есть еще второй канал на ю тубе этот канала заработки в интернете плюс у меня планы зарабатывать в криптовалюте плюс у меня планы зарабатывать ставить точки и разные идеи кто из планов много тут ребята приезжают тоже в адлер я с ними общаюсь они мне там рассказывают что они там будут искать работу я думаю ну какая работа уже ну какая ты уже нужно уже самим на работу нанимать я планирую нанимать на работу не искать работу но я понимаю что жизнь такая штука что все может случиться и я могу начать искать работу время оно очень интересное вот я живу мне 34 года время все меняют она меняет на 360 градусов вот есть люди до которые были бедные стали богатыми а есть те которые были богатые стали бедные я понимаю что время она все может изменить очень интересно так же я понимаю что вообще за два месяца может все измениться твоя жизнь может измениться моя менялась и не один раз когда я принимал ответственные решения брал ответственность за свою жизнь на себя тогда реально мне кажется могут начать происходить чудеса и тебе будут помогать какие-то силы но только когда ты реально по-настоящему хочешь этого когда ты реально понимаешь что ты принимаешь эти решения и ты ты не сдашь назад ты будешь до конца ты по-настоящему в этом не знаю как вам это объяснить кто понял тот поймет а мы продолжаем наше увлекательное философское путешествие знаете вот меня всю жизнь и сейчас интересуют вопросы это самые главные вопросы которые меня интересуют кто мы нет же на это ответа что мы здесь делаем тоже нету ответа еще есть один интересный вопрос который я тоже очень плотно изучаю уже много лет и в котором я хочу разобраться я считаю это своей миссии как управлять реальностью так или иначе мы все это делаем мы каждый управляем своей реальностью как делать так чтобы ты получал то что ты хочешь вот и будем разбираться друзья моя жизнь будет посвящена этому вот этим трем вопросам они больше всего меня волнуют море так и манит так и хочется искупаться очень жарко мне сейчас хоть и ветровки так ныряем значит в адлер я уже все ноги мокрые друзья а вы напишите свое мнение какие вас вопросы волнуют о чем может есть у вас тоже какие-то вопросы мне будет интересно посчитать откуда вы напишите откуда меня смотрите когда приедете не очень важно ваша обратная связь узнаете ли эти места были ли здесь это сквер бестужева посмотрите начали распускаться деревья представьте сколько скоро не распустятся в полную силу здесь будет просто райский уголочек мы сюда обязательно придем и все это посмотрим поэтому подписывайтесь вы не пожалеете друзья это платан кленолистный интересный такой мох у него двигаемся по скверу бестужева такой скверчик никого нету все сидят дома только сережа не поседа все лазит по адлеру адлер мой а это здание как я понимаю как которая контролирует кавказский государственный заповедник потому что тут считаете вся территория сочи это заповедник среди тоже какое дерево интересное такое мощное продолжаем движение друзья сейчас двигаемся к новому веку по сердцу адлера это парк дружбы народов маленький такой парчик а вот такие деревья красивые идем по улице карла маркса сейчас выйдем на улицу демократическая и там уже быстренько дойдем до нового века поэтому друзья пишите мне будет интересно почитать ваши комментарии и 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 так выходим значит мы на улицу демократическая здесь так все ухоженно так красиво посмотрите на это просто прелесть это местная церковь что-то у бездомных рамсы там какие-то что-то не поделили они у бездомных свой мир вот знаете я о чем недавно думал сейчас вспомнил я шел я увидел охранника на олимпийской набережной и он сидел его задача была смотреть за тем чтобы там самокатеры не выезжали на ту дорогу на которой он сидит и там очень много самокатеров и я подумал то что он то вообще по-другому видит это этот курорт адлер он то видит это с рабочей позиции у него вообще другой вайп он по-другому видит то есть он работает у него стресс люди его не слушаются да то есть и отдыхающий до который отдыхает у него другое совсем видение а у меня представьте у меня какое видение я был и на позиции этого рабочего а сейчас я и на позиции отдыхающего как бы но также я делаю то что я хочу то что мне нравится вот в данный момент я делаю то что мне нравится это вообще тоже новое видение оно отличается от тех кто отдыхает и тех кто работает и мне кажется что это видение оно прям супер видение когда ты это все прошел здесь в общем мне кажется я максимально извлекаю из адлера пользу но в плане отдыха максимально пытаюсь получить те преимущества которые предлагает город курорт то есть я купаюсь загораю общаюсь снимаю вот такие друзья мысли у меня были интересные тоже философские я люблю это дело я люблю более глубоко как бы погружаться в мысль и я не знаю как это назвать то есть у меня все время появляются вопросы а почему так а почему так и мне хочется докопаться до глубины вопроса идем по лужам тут если честно можно уже эти лодку доставать с веслами тут есть места где лучше очень глубокие ну что друзья мы уже потихонечку подходим к адлеру точнее к новому веку думал может через рынок пройти тут местный или можно снять отдельный ролик про рынок напишите друзья интересно вам про рынок вообще скоро распогодится настанет лето я планирую что я буду ездить по разным интересным местам снимать это все и показывать вам рассказывать как туда добраться то есть планы такие плюс на этом канале возможно будут появляться какие-то опросы например типа того когда вы были последний раз за границей я думаю здесь интересно проводить опросы на курорте напишите хотели бы увидеть опросы смотрите ближе к центру жизнь кипит плотность увеличивается и 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 мне вот этот музыкальный магазин напоминает девяностые знаете в девяностые вот так музыка играла я не удивлюсь если там кассеты диски продают ну посмотрите какая это красота просто пришли в сердце адлера интересно сколько по этому переходу за день проходит людей тут никогда не бывает пусто клубничка икра по 200 клубника сладкая 350 килограмм слушайте, ну 350 по-моему это вообще недорого но еще по-моему рановато по-моему в мае, да, надо уже клубнику покупать сейчас еще рано она с пестицидами смотрите, яблоки 80 редис 150, огурцы 250 помидоры 250, недорого ну что друзья, вот Сан-Сити вот Новый Век там дальше улица Кирова всем вам родные места я благодарю вас за просмотр буду благодарен за поддержку я желаю вам хорошего настроения и прекрасного дня пусть у вас все получается у меня лично прекрасное настроение и у меня все получается желаю вам того же на этом прекрасном моменте друзья, я прощаюсь у нас еще будет с вами много интересных встреч поэтому до скорых встреч всем спасибо за просмотр и счастливо, друзья